Всем привет! Мы только проснулись. Всем привет! Привет! Ну, еще что-нибудь скажи. Всем пока, пока! Ты что, больше ничего сказать? Убрала постель. Так. Кремась построит башню. Молодец! Усокую? Вот это кусокая? Да, правильно. Аккуратненько. Ну, все. Еще старайся, старайся, зайчик. Кашу варю, как обычно. Надоело уже всем свои каши. Это у меня пшеничная каша. Я собралась делать перцы. Уже помыла, почистила, поставила рис. Я в перцы добавляю чуть-чуть вареный рис. В последнее время ем только бурый рис. С белого совсем хочу спрыгнуть, потому что он не полезен. Так, чуть-чуть еще поварится сейчас. Я еще здесь параллельно делаю 33 дела. Одновременно чищу раковину. Унитаз сейчас буду чистить. И пойду за мясорубкой к бабушке Лизе, к маме. Раковину, на самом деле, я чищу бывает 2 раза в день. Она так быстро пачкается. Так, линейный таз надо почистить. Та-дам! Чистая раковина. Залог здоровья. Обожаю, когда здесь чисто. Ирригатор у нас тут стоит красивенько. Мы им, кстати, пользуемся. Мне нравится смывать пасту после того, как почистишь. Супер приятное ощущение. Еще замочила Макину лоток. Я только что чуть не описалась. Расскажу вам прикол дня. Мы снимали видео. Вот на климном канале. И вот эта игрушка, у которой не видно лица. Саня мне скидывает. Вот. Игрушка жесть. Похож. Я уже насмеялась, конечно. Но мне было вообще жуть, как смешно. У меня прям была истерика. И не лень же ему было. Вот это. Дурак. Я вот делаю зажарку. И перца уже поставила. Так как мне томатную пасту нельзя, мне почему-то изжогает ее. Я решила сделать свою томатную пасту. Это новый способ. Мне Оксана посоветовала. Для этого я разрезаю помидор на две части. Так вот отрезаем. Теперь вот заев зажарку, вот это выливаем. Такая там от пасты у меня будет. И потом сверху на перце все это полью. И чуть еще доготовим. Надо окно закрыть. Это там шумно так. Опять перекопали у нас. Мы сегодня с мамой собрались в магазин. Покупать нашим девчонкам на 1 сентября подарочки. Клим сейчас у бабушки Лизы. Без него, конечно, было бы спокойнее. Походить, повыбирать. Но без него скучно. И я не могу. Мне совесть не позволяет куда-то поехать без Клима. Оставить его одного. Он и так редко с нами выезжает. Лишнему поводу я всегда рада. И Клим тоже. Сейчас позвоним маме. Чего она там готова? Нарядный Клим. Скажи, куда мы сейчас поедем? В Снегу снимать. Видите ее? Пойдем на завтра. Еще мы купим подарочки. Какие? Для школы. Вот журнал, который я в прошлый раз взяла у них. Здесь что удобно? Здесь все рассортировано так, как надо. Здесь начинаются рюкзаки. Которые подешевле и подороже всякие есть. Но мне кажется, что для первоклассники лучше подороже взять. Именно чтобы правильно было сформировано для детской спины и так далее. Дальше идут рюкзаки для мальчика. Вот школьникам. Дошколятор. Мальчик, это когда я ищу зубы. Да. Кьютовый. Да, хочу. Что тут у нас еще есть? О, вот эти ручки с табелом. Я уже как-то говорила, в этих ручках на них правильно сформированы впадины. На этих ручках правильно сделаны впадины, чтобы палец первоклассника ставил правильно. У детей у всех вечная проблема. У меня также было. Я до сих пор помню. У меня мама ругала. А вот с ручкой, которая для левши и для правши, там она сделана так, что кроме как правильная, ее по-другому не возьмешь. Так что, если ваш ребенок идет в первый класс, я вам советую купить такую именно ручку. Она стоит 1700 тенге. Мы только вышли из дома, с Климаской. Моя мама не смогла с нами поехать, она чуть приболела. Мы едем сами, и Саня туда подъедет. Климка покатается на скалонах. Климка покатается на скалонах. Где-то Марвин, где-то меломана была. Так, мимо раздолье. Гироскутеры это вообще нереальный писк моды. Ты хочешь гироскутер себе? Я его это как-то побаиваюсь, так? Весит всего 700 грамм, в общем, еще даже килограмма нет. Но при этом у него укрепленная спинка, в общем, все как надо для первокласски. Жаль, в наше время таких перегрупов у него, да? Да, бух! Вот это крутой пример. Ну-ка, перечислили еще раз кого-то, кто-то увидел. Кто там? Капитан Америка. Капитан Америка, это кто? Железный человек и Халк. Железный человек и Халк. Ты хочешь примерить? Я буду мерить, да. Супер, как-то. Супер, как-то. Слушай, я хочу в школу. Сейчас, мне кажется, так модно учиться. И то, что раньше. Модно быть стильной, крутой, всякие аксессуарчики такие симпатичненькие. Ну-ка, развернусь. Не, он слишком высок для тебя. Высокий подъем. Это ты себе такой хочешь? Не, сейчас-то зачем мне его? Я имею в виду, мы бы в школе, да, вот так вот. Ну да, а вот этот вот такой не хочешь? Нет, это как-то такой странный, да. А вот этот вообще темно. Ну вот эти с шипами еще вартуальные рюкзаки. Мне до сих пор они не нравятся. Нет. А для чего в этом рюкзаке очки? Так, чисто для французского? Да, для стиля, для дизайна. Что под сумочкой подходило. Да, чтобы привлекало внимание. Я уже второй раз покажу. Мне интересно, прикольно. Они разные цветовки есть. Есть очки белые, желтые. А давай Климу примерим эти очки. Мне кажется, он клевый был. А можете достать, пожалуйста? Они из стекла будут? Давай. Вау, прикольно. Вот так еще сделай. Губы наду. Примерь. Не, ну мне на мою. А, на твою широкую. Ну, а не тебе это, значит. Бабушка одела колготочки. Спасибо. На колесиках. О, еще и с этими. А ну-ка, Климу, давай прийдем. Все, пошел в школу. Ты в школу пошел? Ну, похоже, сейчас упадешь. Бесконечное количество рюкзаков на любой вкус и цвет. Но вот эти вот самые крутые. И они ничего не весят. Еще тут есть форма. Боже мой, какая прелесть. Смотри, мать. Блин, я представляю Лиску в таком гостюночке. Супер вообще. Мне все нравится. В Марвине можно полностью подготовить ребенка к школу, к первому классу, купить форму. Там прикинь, даже форма продается. Маки, хаки. Ну да, я даже видел. Клевый набор. Надо Климов, а мастер купить. Это самая бюджетная и качественная фирма ArtBury. Много-много. А может, лучше карандаши? Много-много, лучше разноцветных карандашей. А ты понял, я вот такие купил. Я вот такие купил. И эти формастеры. Из того, что мне еще понравилось. Вот. Расписание. Правда, на разных языках. На всех, кроме русского и казахского. У нас, когда мы учились в школе, у нас дома что-то наподобие висело на двери. Было расписание того, как мы моем полы. И каждый раз. Вот я сегодня дежурила, галочку ставила. Еще нам родители платили по 100 тенге за дежурство. Это записные книжки, да? Боже мой, какие они няшные. Я такое хочу себе. Ну что, книжки купить? Ну, ничего себе. Обязательно близкину коллекцию нужна такая детрадка. Она фанатка. Что тут еще вообще есть? Эти тетради вообще бомба. Чтобы ввести такую тетрадку, нужно иметь очень красивый почерк. И писать там разноцветными ручками. Мне нравится вот такой рюкзак. Мне кажется, для Климки идеальный вариант был бы. Такой мальчуковский. А ну-ка, посмотри. Какой ты крутой, Костя. Не школик, альпинист. Все, Клим увидел, здесь кузняшка. Ну какой, давай я лучше водичку. А ты не дотягиваешься? Я тащусь. Клим, тебе не тяжело с таким рюкзаком? О, ничего себе, смотри. Он весит 680 грамм. Не тяжело, Костя. Даже Клим у меня тяжело. А какой вообще там идет? Такие есть еще девчачьи. Да, там розовые, вон они. Сейчас я посмотрю, сколько розовых есть. Мне уж самой интересно стало. Прикольно. Спасибо. Боже мой, какая прелесть. Это мой любимый Немо. Тоже весит все дождь. Немо и Дори. А вот это уже 1 килограмм весит. Это, наверное, водичку не хочешь. Для детей постарше. Ну и он в объеме больше. Представляешь, оказывается, Эрик Краус тоже делает эти пузыки. Тут есть крутой пластилин. Эрик Краус, мне кажется, все знают эту фирму. Стоит всего 490 тенге. Мне кажется, это вообще копейки. Идем ручки посмотрим. Вот, мои любимые ручки. Саня тоже фанат ручек. В смысле фанат? Нравится качественно. Стабила или Эрик Краус? Что вы выбираете? А, Эрик Краус? Нет, уже обычный. Какой фанат ручка? Смотрите, здесь ручка есть. Окрашение, левшее. Это уже для более взрослых людей. А для первоклашек вот такой вариант. Тут написано. Изи стат. Легкий старт. В общем, видите, здесь есть всякие впадины, чтобы правильно ребенок держал ручку. Кстати, близкий обязательно такой возьму. Ему-то еще рано. Вот близкий, да? Близко надеюсь, у нас правша. Ну да, она правша. Мой папа говорит, если даже и левша, то нечего, надо тучать. Нужно, чтобы она правша была. Супер, боже мой, это далекое прошлое, по которому я безумно скучаю. Кстати, я по универу вообще не скучаю. Самая лучшая пора – это школа для меня. Чего я нашла? Такие очень нужные штучки для красок. Выдавливают туда краску и что бы рисовал ребенок. Набрали. Мы набрали кучу подарков всяких. Это кухня, да? Комикс. Это, конечно, мечта. Там чуть-чуть второй этаж. Нет, навряд ли. Вы тут так мило сидите вместе. Ребята, ждем. Все, поехали домой. Чупачупся не получше. Почему? Он его вон туда кладет, поднимает. Вкусно? Да. Спасибо. Маме, дай мама развернет. Может, в машине уже быть? Давай тогда динозавель. Все, он в дом? Мы уже дома. Климачка осталась у бабули. Захочел спать у бабушки Лизы. Он еще сегодня упал. Пальчик себе разодрал. Не знаю, завтра собираюсь в бассейн. Поедем? Нет. Посмотрим с утра. Я в Меге встретила девушку. Была мама, сестра и младшая сестра. Три очень красивые девушки. Безумно приятные. Была рада очень встрече. Мама говорит дочке, вот я же тебе сказала. И она рассказывает, когда они собирались в Мегу, она не хотела идти. И ей еще мама говорит, а вдруг ты встретишь Качу Сайбет? И точно встретили, представляешь? Мне так приятно. Большое спасибо, что подходите к нам, не стесняйтесь. Я всегда очень рада сфоткаться с вами, встретить вас. Мы обязательно увидимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok